Приветствую! Постанова 748 Кабинета Министров Украины утвердила форму служебного удостоверения лица уполномоченного вручать повестки. И это значит, что теперь у всех представителей ТЦК и СП должно быть именно такое служебное удостоверение. И если у них нет его либо служебного удостоверения какой-либо другой формы, то это значит для нас лишь то, что данный человек, который к нам обращается, не имеет соответствующих полномочий. А это значит, что человек в этой ситуации не обязан будет предъявлять ему документы, не обязан будет принимать от него повестку. Почему? Да потому что он изначально не подтвердил свои полномочия. Но обо всем об этом по порядку и, соответственно, начать мы должны с того, чтобы рассмотреть форму удостоверения лица уполномоченного вручать повестки, утвержденную Кабмином. Итак, смотрим. Вот эта форма. Видим здесь, что должна быть фотография человека, что здесь должно быть понятно его имя, фамилия, отчество. Также здесь указано, обращаю ваше внимание, что здесь указана территория, на которой этот человек уполномочен вручать повестки. И, соответственно, если вдруг вы смотрите там условно, где-то в Виннице вам вручает человек повестку, у которого написано, что он уполномочен там во Львовской области вручать повестки, то это не то. Это ненадлежащее подтверждение полномочий. Что дальше? Срок действия удостоверения мы видим. Посада человека, который должен подписать это удостоверение, а подписывают его главы военной администрации. И, обращаю ваше внимание, неначальник ТЦК, то есть если вдруг вы увидите такое удостоверение, а мы их уже видели, вот за это время в ТикТоке есть видео, конечно, может они постановочные, кто-то может фейковые какие-то видео делал, но мы видели видео, где люди, якобы представители ТЦК, показывали служебные удостоверения, подписанные якобы начальником ТЦК и ЕСП. Нет, это не работает, должен быть соответствующий человек, глава военной администрации должен подписать. И, что немаловажно, недостаточно представителю ТЦК предъявить вам только лишь служебное удостоверение, чтобы подтвердить свои полномочия. Этого недостаточно. Помимо служебного удостоверения, он должен предъявить еще и удостоверение. Вот, смотрите, что здесь написано. Примитка есть, примитка к удостоверению, где написано, что посвящение Дисне уразе предъявления паспорта громадянина Украины, в скобочках, посвящение офицера обо вискового квытка. То есть, само по себе удостоверение не дает никаких полномочий. Если вам человек показал только служебное удостоверение, этого недостаточно, чтобы он подтвердил свои полномочия. Он должен также показать вам удостоверение офицера, либо паспорт гражданина Украины, либо свой военный билет. И только тогда это будет надлежащее подтверждение его полномочий. Без этого, да можно и разговор с ним не вести, вот пускай подтверждают полномочия, как это предусмотрено действующим законодательством Украины. И, конечно же, хочу обратить ваше внимание на название этого удостоверения. Обращаю ваше внимание, что это служебное удостоверение лица уполномоченного вручать повестки. Вручать, не выписывать повестки, а только лишь вручать. Ну и, конечно, мы помним, что по постанове 560 он еще и уполномочен проверять документы. Окей, но только вручать повестки, а ни в коем случае не выписывать. Нигде здесь не указано полномочия выписывать повестки. Надо об этом также помнить, акцентировать на этом. Внимание тех представителей ТЦК, которые по каким-то причинам хотят выписать повестку, акцентировать внимание на то, что их же удостоверение не предполагает возможности. Выписывать повестки не наделяет их таким правом. И, соответственно, они, как мне кажется, не должны этого делать. Ну и, конечно, нужно пояснить, почему я в заголовке на картинке написал, что ТЦК не имеет полномочий. А потому, что представители ТЦК теперь, до тех пор, пока они не получат вот эти удостоверения, они не будут иметь полномочий. Естественно, не то, что они все полномочия утрачивают, но они не будут иметь полномочий по проверке документов и по вручению повесток. Потому что, как мы с вами знаем, и в соответствии с законом о мобилизации, и в соответствии с постановой 560, гражданин Украины, к которому обратился представитель ТЦК и ИСП, может потребовать у него представиться и предъявить документ, подтверждающий его полномочия. А что он сейчас может предъявить? Постанова только появилась. Только вот сейчас появилась постанова. И теперь должно пройти какое-то время, когда все представители ТЦК, ну, уполномоченные вручать повестки, получат эти удостоверения, а это, ну, не может произойти так в один момент, да? И, соответственно, вот в тот период, с момента набраня чинности постановой 748 и до того момента, пока представитель ТЦК не получит вот это удостоверение, он де-факто не может реализовать свою полномочия вручать повестки. Даже, даже если ему уже есть наказы, которые его уполномочили на это, что он зачислен в группы оповещения. Да, все хорошо. Но когда он сталкивается с гражданином, который знает свои права, который говорит, подтвердите полномочия, а подтвердить полномочия нечем, потому что ни наказ коменданта, ни наказ начальника ТЦК и ЕСП в этом случае не дает полномочий на вручение повестки. Поэтому теперь мы с вами знаем, какая форма удостоверения. Мы с вами давно уже знаем, что каждый из нас теперь имеет право требовать предъявления этого удостоверения. И, собственно говоря, мы должны своими правами пользоваться. И очень бы хотелось, чтобы представители ТЦК, зная о наших правах, надлежащим образом выполняли свои обязанности и соблюдали действующее законодательство Украины, как того требует Конституция Украины, где написано, что Украина является правовым государством. И вот представителям ТЦК, как и всем другим, и представителям госорганов, да и людям, надо помнить, что мы правовое государство и постараться жить так, как полагается жить в правовом государстве. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, прошу вас поставить ему лайк, подписаться на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok